СОСТАВНЫЕ ГОНИЖИ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Рассмотрим материал Blends. Для этой работы нам понадобится дощечка с определенными размерами, сделаем ее квадратной. Вот допустим, на этой дощечке у нас с вами будут стоять какие-то элементики. Например, создадим тело вращения. Вот такого вот характера. Применим модификатор вращения. Что-то пошло не так с нормальными. Ну да, в данном случае этот элемент никак использоваться в принципе не будет. Поэтому мы просто установим на виде боковом. где-то здесь, где-то здесь, просто для красоты. Далее мы возьмем стандартный материал и применим текстуру. Допустим, вот такого плана. Такого вот плана текстуру. Чтобы у нас был какой-то бамп, мы его усилим. применим к выделенной области. Добавим модификатор UWMAP в режиме бокса. и допустим настроим в том числе по оси Z. так как нам этого бы хотелось. Далее воспользуемся модификатором. Для создания нового материала мы воспользуемся составным blend. в качестве первого материала мы установим уже существующий материал. Вот он. В качестве второго материала мы тоже создадим эту же вариацию. но мы отключим битмэп и подключим туда чекер. Вот таким вот образом. Поскольку мы хотим сделать здесь шахматную доску, допустим, все равно текстура должна оставаться от предыдущего элемента. то есть вот эти вот шероховатости мы оставили. И эти шероховатости будут прочерчены здесь. Назначим этот материал в качестве составного, подключив его сюда. После чего зайдем, преобразуем в editable поле этот элемент. Выделим верхнюю часть вот этой вот доски. и применим к ней материал составной. После того, как мы этот материал применили, давайте рассмотрим, что же мы можем здесь сделать. У нас присутствует два материала. Первый материал, собственно говоря, это материал, который вот этот элемент создан. Второй материал это наша шахматка со вмятины. Значит, по умолчанию воздействие второй карты здесь измеряется mix and mount. Сейчас оно нулевой. От нуля до 100% мы его изменяем. Например, можем поставить 100%. Соответственно, будет здесь только карта номер 2 работать. Если мы покажем на рендеринге, увидим вот такую вот картину. Значит, я предлагаю сделать этот показатель процентов 50. И чтобы мы видели какое-то отображение вот здесь, нужно попробовать нажать на кнопочку отображать этот материал. Видал макошечки. И здесь мы можем выбрать, какой из них будет отображаться. Номер 1 или номер 2. Или мы можем зайти сюда, нажать вариации, выбрать, что там отображается. Или можно добраться до карты, собственно говоря. И выбрать, что должно отображаться, что не должно отображаться в видовом окошечке. Ну, поскольку у нас малое количество здесь было этих вот элементов, необходимо в чекере добавить параметр тайлинга, допустим, 4 на 4. И мы с вами увидим вот такую вот шахматку, которая была организована с помощью материала Blend. соответственно, можно накладывать здесь такое состояние, при котором у нас с вами все-таки в видовом окне тоже будут отображаться эти элементы. Ну, единственное, что даже при High Quality мы с вами не сможем увидеть все спецэффекты, но хотя большинство из них все-таки здесь демонстрируется и в видовом окне. Вот. Значит, это первый вариант применения составной карты Multi Subobject. Ну, так Blend обычно никто не использует, поэтому для следующего примера нам понадобится тарелочка. Опять-таки, на видовом экране боковом создаем контур для нашей предполагающейся, предположительно будущей тарелочки. Вот так. Вот так. И, опять-таки, выровняем тарелочки, применим модификатор вращения. Посмотрим на нашу тарелочку. Вывернем в нормале в этой тарелочке. Давайте, наверное, еще установим в центр пивот для полной красоты картины. Вот. Повернем ее на 90 градусов. Ну, примерно. И займемся текстурированием. Собственно, в начале, конечно, надо было бы наложить модификатор UVWMap, потому что у нас здесь нет мэпинга. Допустим, допустим, режим box нас устроит вполне. вполне. Преобразуем полученный объект в editable поле. нам понадобится два материала. в первый мы с вами возьмем и установим одну часть тарелочки, и во второй элемент установил другую часть тарелочки. то есть у нас присутствуют две текстуры для лицевой части. Вот такая текстурка. Соответственно, для задней части вот такая текстурка. Также у нас есть маска изображение, которое мы будем использовать для маски на черном на белом фоне черные элементы. Вот. Соответственно, для того, чтобы применить первую часть нашего материала, нам необходимо переключиться в режиме editable поле, выбрать где-то 15 градусов, и выделить элементы, которые с нашей стороны мы будем считать, что являются частью тарелки. давайте еще разок попробуем. Тогда будем пользоваться параметром grow. Нарастим до определенного момента. вот такое выделение и применим к нему материал номер 1. Нажмем кнопочку F2 и увидим, как располагается данный материал. он у нас располагается вверх ногами, но мы знаем, как с этим бороться. Просто повернем текстурку на 90 градусов, то есть на 180 градусов, для того, чтобы эта текстурка смотрела как бы на нас. Вот таким вот образом. нам необходимо выделить заднюю часть тарелки. и применить к ней текстурку номер 2. Ну, в случае надобности в данном случае опять-таки нужно провернуть ее на 180 градусов. соответственно, мы получили вот такую вот текстурку и в случае необходимости можно применить можно применить select опять-таки UVW map. и например, немножечко помасштабировать заднюю часть тарелочки если это необходимо. тарелочка какая-то угловатая получилась. я не сразу это заметил. Да ладно, пусть такое уже останется. Давайте положим наклейку на лицевую сторону нашей тарелочки. Для чего? В редакторе материалов первый материал, который касается лицевой стороны изменим с помощью кнопочки change material тип на материал blend у нас когда спросят убрать старый материал или оставить материал в качестве под материала мы выберем оставить keep out материала sub материал вот таким образом у нас данный материал превратился в составной превратился в составной давайте немножко изменим второй материал на какой-то синий оттеночек с блеском вот а в blend маску трафарет мы подгрузим текстуру вот эту вот масочку которую мы заранее подготовили и увидим что она начала появляться вот здесь но мы не видим в окне визуализации как эта маска расположена где она расположена значит пункт меню интерактив позволяет видеть или первый материал или второй или маску для того чтобы маска была видна нам нужно здесь выбрать битмэп этой маски и выбрать чтобы она отображалась в мульти саб обжекте и мы опять видим эту прекрасную картинку что у нас все перевернуто вверх с ногами провернем на опять таки 180 градусов и отключим повторяемость текстуры и уменьшим в два раза чтобы этот элемент был похож на стикер мы можем менять местоположение нашей маски с помощью офсета месторасположение текстуры на тарелочке ну и вращаясь с помощью углов поворота соответственно вот офсета еще раз вот вот углы поворота на рендеринге мы с вами увидим синего цвета тарелку синего цвета на тарелке наклеечку ну целью работы было создание такой вот декоративной тарелки которая была стояла на подставке в качестве подставки можно по-быстрому создать такой вот боксик положить в него тарелочку под определенным уголком и создать с помощью того же буллин на выемку данном случае почему-то у меня объект исчез после использования данной команды хотя вроде бы не должен был довольно интересная конструкция получилась и вот такая вот композиция которую мы можем видеть ну допустим high quality если он поставим то вот такая интересная тарелочка вот таким образом мы можем например использовать материал blend и его возможность работать с маской в материале blend параметр mix and mount если мы работаем через маску он нам как бы и не нужен давайте рассмотрим еще один вариантик небольшой использование бленда для него нам понадобится кусок чего-то напоминающий кусок здания я его быстро создам из editable spline где мы с вами выдавим выдавим вот такую вот конструкцию и внутри у нас будет что-то похоже похоже на вот такое вот окошечко те объекты объединим и и выдавим вот допустим что-то вот такое сразу же применяем модификатор в режиме коробочки потому что мы знаем что здесь не ляжет так как необходимо откроем редактор материалов и в общем-то создадим сразу же материальчик blend нам понадобится для смешивания два элемента ну во-первых кирпичики ну пусть они будут вот такие вот во-вторых нам понадобится что-то понадобится зелень ну пусть будет вот такая вот зелень значит и а в качестве маски мы с вами допустим будем использовать градиент рэмп для того чтобы оценить что дает градиент на перетекание мы с вами можем уже здесь посмотреть ну поскольку мы текстуру накладываем все-таки не на шар а на что-то квадратное давайте посмотрим как будет выглядеть необходимая текстура у нас здесь здесь он налог и вот так вот подровнять и провернуть опять таки на 90 градусов текстуру, чтобы она росла у нас с нижней части и применить к нашему объекту. На рендеринге мы с вами увидим вот такую вот вещь, а я градиенты к заднему фону применю, чтобы поприятнее это все выглядело. То есть как плетение нарастают снизу, например. Благодаря градиентному перетеканию это дело может так выглядеть. Опять-таки мы в видовом экране можем отображать с помощью переключателя кнопки интерактив вторую текстуру, первую текстуру или соответственно маску. При желании можно переключиться в High Quality этот самый стандарт для того, чтобы отображать полностью это все вот дело в видовом окошечке. Понятно, что с мэппингом здесь приходится поработать отдельно над каждой стороной, но принцип использования градиента для перетекания одной текстуры в другую вы должны были уловить. Ну что ж, благодарю за внимание. Обучайтесь вместе с нами. Продолжение следует...